Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди общественной ценности. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге. Воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинство. Он увещевает вас, быть может, вы помяните назидание. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного лишь Аллаха, у которого не сутоварища. И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем укоренившиеся в обществах ценности свидетельствуют об их прогрессе и цивилизации. А также в них заключается секрет их сплоченности, взаимосвязанности и стабильности. Кроме этого, крах обществ начинается с распада системы общественных ценностей, поскольку общества, не построенные на морали, несут факторы самопадения, потому что они основаны на хрупком фундаменте. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, кто сказал, «У выживания общин с существованием морали параллельно связано. Если мораль существовала перестает, общины вымирают непременно». Разумеется, наша истинная религия заботится об общественных ценностях, которые сохраняют сущность общества и укрепляют его опоры. Это потому что сохранение ценности и нравственности – основа этой великой религии. Посланник Аллаха да благословите его, Аллах приветствует, говорит, «Я был послан для усовершенствования благих нравов». К этим общественным ценностям относятся, во-первых, сотрудничество, солидарность и существование, которые переносят пользу всему обществу, так как родина для всех соотечественников и всеми ими, без дискриминации по признаку религии, цветокожей или пола, что способствует устранению эгоизма, самовлюбленности и самолюбия, а также помогает воплощению принципа человеческого братства. Таким образом, основывается сплоченное общество в рамках любви и самоотдачи. Всевышний Аллах говорит, «Помогайте друг другу в благочести и богопоязанности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде». Пророк Мухаммад, мир ему и благословенный Аллаха, тоже поведал свои любви, милосердия и сочувствия по отношению друг к другу, верующие подобны единому телу. Когда одно из частых его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, также изрек, «Поистине, когда у ашаритов возникали затруднения с едой во время военного похода или когда им не хватало еды для детей в городе, они складывали все, что у них было, на один кусок ткани, а потом поровну делили собранной между собой, отмеряя каждому его долю, одним и тем же сосудом. Они такие же, как я, а я такой же, как они». Во-вторых, благородиство, неустращимость, самоотверженность и альтруизм, которые укрепляют узи национальной и социальной сплоченности и спаяности и вселяют в души привязанность, братство и безмятежность, на что пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, указал, когда запретил взаимную ненависть, взаимную зависть, разрыв взаимоотношений и заговоры, сказав, «Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте искусственно цену друг другу, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайте спиной друг к другу, не перебивайте торговли друг к другу и будьте братьями у раби Аллаха». Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует также изрек тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной нужде. Того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печали дня воскрешения, а того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет в день воскрешения. В-третьих, забота об инвалидах, сиротах, слабых и престарелих, ибо хорошая забота о них является религиозным, национальным и гуманитарным долгом. Наш пророк, мир ему благословение Аллаха, говорит, «Пекущийся о вдове и неимущим, подобны сражающемуся на пути Аллаха, или тому, кто молится все ночи напролет и постоянно постится днем». Наш пророк, мир ему благословение Аллаха, также говорит, «Разве оказывается вам помощь и дается удел, кроме как по причине слабых среди вас?» Помимо этого, ислам считает достижение людей с особыми потребностями, дополнительной силой для общества, считает их самих примером для других, поэтому позволит им эффективно играть свою роль в общественной жизни. Например, наш господин Абдуллах ибн Аумы Мактум, да будет доволен им Аллах, был муазином нашего пророка, мир ему благословение Аллаха, и он, да благословит его Аллах и приветствует, много раз назначал его наместником Медине, чтобы руководить людьми во время групповой молитвы и заботиться об их делах. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. «Хвала Аллаху Господу миров, мере благословения последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня». Дорогие диноверцы, одной из наиболее важных общественных ценностей является проверка подлинности новостей, прежде чем повторять или опубликовать их. Исламский шариат ясно подчеркнуло эту благородную ценность и предострек от слухов и их распространителей, поскольку распространение слухов направлено на внутреннее разрушение общества и помогает распространению отчаяния и разочарования среди его членов. В Священном Коране говорится, «Я июха лазина аману им джааакум фасикум бинаба им фатабайяну ан тусибу каумам биджахала, фатусбиху аля ма фаальтум над имин». Вот и которые уверовали, если нечестивец принесет вам въезд, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. Посланник Аллаха, рада благословить его Аллах и приветствует, сказал, «Достаточно для человека лжи, если он рассказывает все, что услышит». Следовательно, разумный человек думает прежде, чем говорит, а глупец говорит не думая. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословене Аллаха, говорится, «Пусть тот, кто верует в Аллаха и последний день, говорит благое или молчит». Как же прекрасно придерживаться общественных ценностей, чтобы достичь гармонии и близости между членами всего сообщества. О Аллах, укажи нам путь к наилучшим нравственным качествам, ибо никто, кроме Тебя, не направит к ним. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.